В соответствии с положением бюджетного кодекса Республик Тарстан, комитет министров вносит проект закона о внесении изменения закона Республик Тарстан о бюджете на 15 и планы бюджет 16-17 годов. Уточнение доходов части бюджета предлагается провести на основу текущего исполнения с увеличением на 23,6 миллиарда рублей, из которых 12,8 миллиарда рублей приходится на налоговые и неналоговые доходы. Наиболее значительное увеличение в размере 9,3 миллиарда рублей приходится на налог на прибыль, что обусловлено приростом налогов в таких отраслях экономики, как нефтедовочные, нефтехимии и машиностроения. В то же время налог на доход физических лиц предлагается уточнить в объеме 39,8 миллиарда рублей со снижением к первоначальному плану на 1,4 миллиарда рублей. Уменьшение планового назначения произведено с учетом фактической складочности в 2015 году темп роста фонда оплата труда. Положительная динамика производства и реализации алкогольной продукции дает основания для увеличения бюджетных назначений по акцизам на 2015 год на 1,2 миллиарда рублей. По налогу на имущество организации увеличение планового назначения на 900 миллиарда рублей обусловлена положительная динамика роста налогооблагаемой базы. По второму крупному разделу доходной части бюджета неналоговым доходам предлагается увеличить на сумму 2,8 миллиарда рублей. Подробная расшифровка дохода по кодам бюджетной классификации, по которым предлагается внести изменения в представленных материалах и законопроектах, уважаемые депутаты, у вас имеется. Раздел «Безвозмездные поступления» предлагается увеличить на 10,8 миллиарда рублей за счет субсидий и субденций иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан и Пенсионного фонда Российской Федерации. Средства выделяются последующим крупным направлением. Государственная поддержка сельскохозяйства 7,3 миллиарда рублей, снижение напряженности на рынке труда 936, обеспечение лекарственной отдельной категории граждан 889 миллионов рублей, строительство перриентального центра 615 миллионов рублей, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 541 миллион рублей, оказание высокотехнологической медицинской помощи в объеме 410 миллионов рублей, одновременно в связи с сокращением расходов федерального бюджета ряд направлений межбюджетных трансфертов необходимо уточнить сторону уменьшения. Это в объеме 1,6 миллиарда рублей, в основном по оплате жилищно-коммунальных услуг, из них 1,4 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета Республик Тарстан предлагается увеличить на 35,7 миллиарда рублей, в том числе на 11,3 миллиарда рублей по целевым средствам федерального бюджета и федеральных фондов. Распределение целевых федеральных средств было полностью расшифровано при характеристике измененной доходной части, то есть они целевые. В соответствии с условиями, предусмотренными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, о предоставлении средств федерального бюджета, на софинансированный расход на капитальный субъект Российской Федерации предлагается направить на софинансированные федеральные целевые программы и выполнение мероприятий, утвержденных дорожными картами, в отраслях национальной экономики, жилищно-коммунальных хозяйств, образования, культуры, здравоохранения, социальная политика, физическая культура и спорт, и на финансирование отдельных мероприятий целевых программ средств в объеме 18,1 млрд рублей. Это строительство капитальный ремонт детских садов в цели достижения показателей дорожной карты в объеме 5,5 млрд рублей, капитальный ремонт строительства общеобразовательных школ 3,3 млрд рублей, на содержание новых объектов социальной культурной сферы в объеме 1,7 млрд рублей, государственная поддержка сельского хозяйства 1,3 млрд рублей, межбюджетный трансфер на решение вопросов местных значений в объеме 1,1 млрд рублей, в том числе осуществляемые привлеченные средства самовложения 52 млрд рублей. И дальше у нас здесь прочие, здесь в целом список большой, но я основных крупных назвал. Кроме вышеназванных направлений по разделу дорожного хозяйства, предлагается направить 6,3 млрд рублей, в том числе города Казани 2,7 млрд рублей, на приведение нормативных состояния дорожных уличных сетей, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, осуществления, ямочные ремонты дорог, включая работу в рамках подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта в 2015 году. Законопроектам предлагается приостановить на 2015 год действию положения отдельных законодательных актов в части индексации окладов денег в содержание государственных гражданских служащих. В расходной части бюджета предлагается отразить перераспределение ассигнования по программ капитального вложения и капитального ремонта между главными распределениями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации. По мероприятиям государственных программ Республик Тарстан, организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, стратегии развития образования келячек, будущее развитие государственной гражданской службы, безопасность дорожных движений. В связи с применением Министерства финансов РФ приказом о внесении изменений в указанное порядок применения бюджетной классификации РФ уточнились коды бюджетной классификации и их наименования. В части дохода в связи с этим предлагается внесение изменений в приложение номер 3 и 6. Программу государственных внутренних заимствий на Республик Тарстан на 15-17 годы и источниках финансового дефицита бюджета Республик Тарстан предлагается уточнить объем привлечения кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета и бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов. По указанным предложениям, общий объем дохода бюджета Республик Тарстан на 15-й год прогнозируется в объеме 172,9 млрд. рублей, общий объем расходов 190,5 млрд. рублей, дефицит 17,6 млрд. рублей. Учитывая объективную необходимость внесения изменений в бюджет текущего года, прошу уважаемых депутатов рассмотреть проект закона и принять его в трех четверниях. Продолжение следует...